Субтитры подогнал «Симон» ПЕСНЯ 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 и всякую вражду и злобу, действием дьявола, воздвигаемого от ближних и чуждих. Молим вас, крестолюбивые страстотерцы, и спросите у Великодоровита Владыки, всем нам оставление при решении наших, единомыслия и здравия, избавление от нашествий наплеменников, междоусобные брани, язвы и глада, снабдевайте своим заступлением в страну нашу и всех, ждущих святую память Вашу во веки веков. Песня «Величаем, величаем вас, святые и благоверные, гнаде Борисе и Гребе, и чьим честное страдание Ваше, я же за Христа претерпе. Песня «Величаем, величаем вас, святые и благоверные, гнаде Борисе и Гребе, и чьим честное страдание Ваше, я же за Христа претерпе. Песня «Величаем, величаем вас, святые и благоверные, гнаде Борисе и Гребе, и чьим честное страдание Ваше, я же за Христа претерпе. Песня «Величаем, величаем вас, святые и благоверные, гнаде Борисе и Гребе, сегодня неделя четвертая по Пасхе, неделя расслаблено, и сегодня также мы с вами чтим память первых красотерцев, мучеников российских, святых благоверных князей Бориса и Греба, которые претерпели мученичество гончинов своего родного брата, его стали первыми христианскими мучениками, прославленными у нас на Руси, с того момента, как мы приняли крещение этой Руси. Оба они были погребены сначала в городе Выжгороде, затем Борис и Гребский нынешним был построен храм Бориса и Греба. Ярослав Мудрый, их родной брат, очень почитал своих братьев-мучеников и перенес их в этот город, и там их честные мощи почивают до сегодняшнего дня. Это заставляет нас, дорогие братья и сестры, задумываться о том, как строилась наша российская история, с чего она начиналась и как она продолжается до сегодняшнего дня. И примером этому является мученическая кончина Бориса и Греба, которые погибли ни на полях сражений, ни от вражей руки, но от своего родного брата окаянного, который ради престола, ради власти, ради наживы пошел на это преступление и убил обоих родных братьев. И, конечно же, этот след кровавый остался надолго в истории нашего российского государства и, наверное, продолжается до сегодняшнего дня. И только чувством глубокого покаяния мы можем омыть те грехи, которые мы сами с вами совершаем и которые, к сожалению, совершали наши предки. И возвращая к сегодняшнему евангельскому чтению, Евангелие от Иоанна о Расслабленном, то Евангелие, которое вы все очень хорошо знаете, поскольку оно всегда читается при совершении водосвятного молебна, и в ней говорится, в Евангелии говорится об Овчьей купеле, которая была в граде Иерусалиме, именовалась она ведь везда, имела она пять притворов по числу книг Моисея основного закона еврейского народа. И отличалась она от всех других купалин тем, что раз в год Ангел Господень приходил в эту купель и возмущал воду. И после того, как было это возмущение воды или движение воды, первый из тех страждущих, которые лежали вокруг этой купели, кто успевал опуститься в эту воду, получал исцеление от всех своих болезней, каковыми бы страшными они не были. И вот Христос приходит на эту Овчую купель и видит одного человека, как потом выяснилось, который в течение 38 лет лежал в этой купели, и когда его Господь спросил, почему так долго он здесь находится, то он ответил, что нет того человека, который бы меня первым опустил в воду, когда Ангел Господень является и возмущает эту воду. И прообразом возмущения этой воды является, дорогие братья и сестры, наше с вами освящение воды, которое мы часто совершаем во всех храмах Русской Православной Церкви. И когда священник крестом погружает воду, то тоже происходит наитие Святаго Духа. Вода возмущается и превращается в святую воду. Так было и тогда, так есть и сейчас, и продолжается будет до тех пор, пока стоит мир на земле. И вот этот человек 38 лет лежал и жаждал, что кто-то придет и первым опустит его воду. И тогда Господь спрашивает у него, хочет ли он исцелиться. Тот, не задумываясь, ответил, «Да, хочу, Господи». И тут же Господь ему говорит, «Возьми одер твой и ходи». То есть возьми свою постель, на которой ты лежала, и ходи. Что, собственно говоря, он и сделал. Но поскольку была суббота, то это исцеление привлекло внимание книжников и фарисеев, которые почитали субботу как великий день покоя и соблюдали тысячи и тысячи предписаний, не творили никаких дел, в том числе и добрых. И они спрашивали у него, кто же тебя исцелил, кто посмел нарушить субботу. И этот несчастный не знал, кто есть Христос. Он встретил его, спросил, и потом им ответил, что исцеливый меня есть Господь наш, Иисус Христос, и тем самым исповедовал веру на Бога. Не случайно святой евангелист так подробно описывает нам это событие, поскольку, дорогие братья и сестры, многие и многие из нас являются апатичными, и многие те люди, которых мы именуем людьми без определенного места жительства, на самом деле, наверное, 90% из них и не хотят расставаться с тем образом жизни, какой они ведут, ибо такой образ жизни не налагает на них никакой ответственности ни перед государством, ни перед народом, ни перед семьей, ни перед ближними, никакой абсолютно. Они обладают, как они считают, полной свободой, где хотят поспят, где хотят поедят, где хотят выпьют и так далее и тому подобное, и не предпринимают ни малейших усилий для того, чтобы как-то изменить свой образ жизни. Примеров там много, много в храм к нам приходят таких же несчастных людей, которым мы стараемся помочь хотя бы продуктами, иногда и материально, но на вопрос о том, почему они не работают, говорят, что нет работы, и особенно в зимний период времени я всем предлагаю взять лопаты, и потрудиться, покидать снег, и тут же они, как от ладана, некоторые исчезают, и больше уже как бы и не появляются. Вот что значит для них взять лопату, перекинуть снег, поработать и так далее. Им это не нужно, они живут в другом мире, и не предпринимают никаких усилий, чтобы выйти из этого порочного круга, в котором они находятся, им всего хватает. К сожалению, это сказывается не только на отдельных личностях, но и на целом народе нашем, в общем. Многие из нас стали апатичны, аполитичны, многим безразлично то положение, которое существует сегодня в обществе, и поэтому мы с вами как бы стараемся оградить себя и довольствоваться всем тем, что имеем, но это, к сожалению, так быть не должно. Вот этот несчастный человек, который 38 лет пролежал, он без тени сомнения сказал Христу, что он хочет исцелиться, и тем самым понимая, что он начнет новый образ жизни, войдет в жизнь, которая его не ждет, такого коллега, несчастного, не имеющего, очевидно, ни образования, ни положения в обществе. Вот он исцелился, получил свои здоровые руки и ноги, и вот он такой есть. Больше у него на этом свете ничего не было, ни положения, ни общества, ни семьи, но он не побоялся этого исцеления, попросил у Господа, и его получил. Так и мы с вами, дорогие братья и сестры, зная наши болезни, зная наши немощи, зная наши недостатки, должны неустанно просить Господа, чтобы их исправить, чтобы больше трудиться, и самое главное, не бояться ответственности перед людьми, перед Богом, перед обществом, ибо люди, которые боятся такой ответственности, они, как правило, ничего в своей жизни и не достигают, и, к сожалению, не они не достигают, но и зарывают свои таланты, которые они имеют в землю, и тем самым не приносят пользу людям, а самое главное, не приносят пользу своей душе, чтобы то послушание, которое на них возлагается, было спасительным для их души и благостным для русской православной церкви. И вот сегодняшнее евангельское чтение показывает нам пример другого человека, сагбенного, 38 лет лежащего, который получил это исцеление, которое даровал ему воскресший Господь. Сейчас, дорогие братья и сестры, радостные и светлые дни, продолжается пасхальный период, он будет продолжаться 40 дней со дня Святой Пасхи, в среду уже будет при половине Пятидесятницы, и будет совершено освящение воды. Поэтому в наших храмах торжественно совершается богослужение в красных, красивых ризах. Мы с вами, особенно за стеночным тенем, слышим пасхальный канон, слышим радостное воскресание Христос Воскресе, и поэтому вот эти дни наполняют нас и радостью, и весельем, и мы этот заряд бодрости, который получаем от Воскресшего Спасителя, должны сохранять во все наши дни жизни, в будущем, до конца текущего года. Поэтому, всех вам, дорогие праздники, поздравляем сегодня праздник на Воскреском днях, и сейчас у нас состоится фасхальный фестиваль, фестиваль нашей москресной школы, в котором привык участие гостей, кто состоит у нас на нашей заходной площади, все желающие могут остаться, посмотреть концепт, который нам является на начале с последнего года. И отключения у нас также в школе, когда это также обучение вашего 용 Христос воскресе! 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 Христос воскресе!